Здравствуйте, мои маленькие телезрители! Здравствуйте, зверята! Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, мальчики и девочки! Привет! Привет, друзья! Привет! Здравствуйте, Катя! Сегодня мы с вами продолжим выполнять упражнения на вычитание. Катя, а я уже понял, как надо вычитать. Понял? Катя, а мне вот Гаврюша объяснял, объяснял, но что-то я ничего не понял. Ничего. А что же ты не понял, Ерошка? Да вот он мне все толковал про рыбу, которая уплыла, да про птиц, которые улетели. Это непонятно. Непонятно. Ему понятно только про грибы. Ну, если тебе, Ерошка, про грибы понятно, тогда сегодня мы с вами будем вычитать грибы. Вот. Это другое дело. Итак, посмотрите, что у меня есть. Ой. На этой доске пять грибов, которые ты собрал, Ерошка, с Белочкой Олей. Три подосиновика и два подберезовика. Да, помню, помню. Когда мы вместе с Белочкой Олей сложили их в одно лукошко, у нас получилось целых пять грибов в сумме. Вот так вот. А вот теперь посмотрите-ка, Ерошка, а если бы ты взял из лукошка три своих подосиновика, которые нашел, то что бы осталось в лукошке? Я могу ответить, что у него бы осталось. У него осталось бы два белочкиных подберезовика. Вот так. Так, а зачем? Зачем я буду забирать свои грибы? Мы же вместе с Белочкой Олей их собирали на зиму. Это нечестно. Это нечестно. Ну ты, Ерошка, конечно, будешь не за правду брать эти грибы, а только понарошку. Я специально привела этот пример для вычитания, чтобы мы лучше с вами разобрались, как происходит вычитание. Вот именно. А ты не понял. Ну, ладно. Я согласен. Итак, если ты возьмешь три подосиновика, что останется в лукошке? И в лукошке останется два олиных подберезовика. Совершенно верно. Мы разложили с вами грибы на две части. Одна часть – это то, что мы взяли из лукошка, а другая – это то, что осталось. Вот посмотрите-ка. Взяли мы с вами три подосиновика, и осталось у нас два подберезовика. А как можно назвать это действие? Это действие называется вычитание. Молодец, Гаврюша! Конечно же, это действие называется вычитание. И мы его с вами будем обозначать вот таким вот значком, который называется минус. Я понял, я понял. Всё-всё, лукошка с грибами – это целое. А вот мои три подосиновика и олины два подберезовика – это части. Правильно, Катя? Правильно, ерошка. И что же осталось в лукошке? Осталось два олиных подберезовика. Вот так. А вот… А если… А если не ерошка заберёт свои грибы, а белочка Оля заберёт? Посмотрите, ребята, что тогда останется в лукошке? В лукошке тогда останется ерошкина часть. Вот они, три подосиновика. Вот, я понял. Катя, почему здесь знак равенства? Потому что то, что осталось в лукошке, равно полному лукошку, без другой части. Понятно? Понятно, Катя, понятно. Теперь я понял, что такое вычитание. И думаю, ребята тоже поняли. Я надеюсь, что и ребята тоже это запомнят. Если из целого вычесть одну часть, то останется другая часть. Ну, хорошо. А теперь давайте-ка с вами вспомним слова, которые указывают нам, где в пространстве находится предмет. Давайте, Катя, вспомним. Да. А вспомним мы это вот как. Я буду показывать вам картинки, а вы говорить мне, что на них изображено. Хорошо, Катя. Итак, первая картинка. Посмотрите-ка, что здесь? Это грибок под ёлкой. Верно, грибок под ёлкой. А на этой картинке? Белочка на ёлке на этой картинке. Правильно. А на этой что? Ворона над ёлкой. Молодец, Гаврюша. А здесь что? А здесь берёзка справа от ёлки. Правильно, Герошка. А на эту картинку посмотрите. А на этой заяц. Заяц справа от ёлки. А вот ещё одна картинка. Кост перед ёлкой на этой картинке. А здесь что? Лиса идёт к ёлке. А вот ещё картинка. А здесь ёжик идёт от ёлки. И последняя картинка. Домик за ёлкой. Ну, хорошо. Мы сегодня с вами очень хорошо потрудились. Сегодня мы повторили с вами, что такое вычитание. А также мы повторили слова, которые указывают нам, где в пространстве находится предмет. А на сегодня нам пора прощаться с малышами. Пока. Пока, друзья. Пока. До свидания. До свидания, мальчики и девочки. Всего вам самого доброго, мои маленькие телезрители.